А вы в курсе, что добраться из центра Сочи в Адлер можно будет на такси по морю? Такая возможность появится у жителей и гостей курорта уже в следующем году. Это одно из мероприятий, которое будет реализовано в рамках проекта «Стратегии социально-экономического развития Сочи до 2030 года». Она рассчитана на долгосрочную перспективу и в целях повышения конкурентоспособности региона. Краснодарский край – один из лидеров российского туристического рынка. И по количеству приема отдыхающих, туристов, мы лидеры, более 16 миллионов. Теперь нужно обращаться к качеству, расширению сферы услуг, обеспечению конкурентоспособности, потому что наши зарубежные коллеги тоже не дремлют. И даже внутри страны мы должны обеспечить доступный, адекватный, ликвидный турпродукт. И здесь это не только Черноморское побережье. Мы стараемся показать, что и есть агротуризм сельский. Анапа на сегодня крайне востребован уже не только детский, но и курорт рекреационный. Горячий ключ, Азовское побережье для бюджетного отдыха, для рекреационного, экологического. Деловой туризм в Краснодаре активно тоже развивается. То есть нужно пользоваться моментом, когда в целом рост на внутреннем рынке где-то 10-15%. Эта тенденция будет и в следующем году. Уповать на лаврах не следует. Нужно постоянно предлагать что-то новое, конкурентноспособное, ликвидное. Ну и думаю, что здесь мы можем посмотреть и поучиться у наших коллег. Интегрированные продукты. Краснодарский край, Крым. Прилетают в Сочи, выезжают в Симферополь. Они тоже востребованы. Ну а значит именно вместе бизнес, власть. Они смогут обеспечить соответствующее развитие и территории, чтобы гости получали отдых. Ну а мы зарабатывали. На прошлой неделе было увеличено субсидирование внутренних авиаперевозок, то есть дополнительные суммы направлены. Но это в основном Дальний Восток, Сибирь, к нам. У нас субсидированные аэропорты это Сочи, это Геленджик, Анапа. Ну а рядом это Кавминводы могут. В основном едут, конечно, из этих регионов. Нам нужно их расширять. С другой стороны, мы предлагаем, вот уже в течение трех лет, думаю, что сможем реализовать в комплекте, в турпродукте должно субсидироваться. Чтобы не просто кто быстрее, кто с норовестей получил эти билеты, а кто едет на отдых, на реабилитацию, купил путевку, тур. Вот тогда, чтобы не получалось, что долетев до Москвы, они улетели за рубеж. А сколько это реально? Абсолютно реально, поручение такое было. Ну, все зависит от нас. По логистике, конечно, мы и по автодорогам, по ЖД сообщению, по авиа, лучше развиты, чем другие регионы. Но мы должны повернуться к морю, развивать и каботажное плавание, и круизные. Есть такое поручение по Азово-Черноморскому побережью. Поэтому здесь огромный ресурс и внутри края, и с Сочи, Новороссийск, Анапа, Еленджик. Мальчиком меня возили в пионерлагерь на кометах. И с Крымом сообщение, ну и, конечно, в целом по круизам Средиземноморским, Черноморским. Думаю, что это будущее от следующего года. Курорты Черноморского побережья обладают уникальным сочетанием рекреационных ресурсов. Это и благоприятные природные условия, морское побережье, горы, минеральные и термальные воды, лечебные грязи и, конечно же, развитая инфраструктура. Всем этим без преувеличения гордится Сочи. Рекреационно-туристская деятельность в городе – основная отрасль. Здесь есть современные горнолыжные курорты международного уровня, отвечающие самым высоким запросам туристов. Комфортные пляжи, крупные отели, интересные экскурсионные маршруты и, конечно, уникальное санаторно-курортное лечение. С каждым годом в Сочи увеличивается туристический поток, а это обеспечивает устойчивый спрос инвесторов. Основной плюс, конечно, это то, что мы теперь стали уже круглогодичный курорт. Это нам позволяет не распускать трудовые коллективы нашим санаторно-курортным организациям. Это позволяет формировать круглогодичные планы, формировать круглогодичный событийный календарь. То есть теперь проведение мероприятий не зависит от работоспособности той или иной здравницы или того иного региона. Перспективы самые ближайшие – это, конечно же, выход на международный туристский рынок. Мы понимаем, что в ближайшее время, в 2021 году, по поручению президента Российской Федерации, у нас будет на территории России введена электронная виза, которая позволит облегчить туристам доступ на наши курорты, в том числе на территорию города Сочи. Именно поэтому уже сейчас нужно готовить почву в течение следующего года, для того, чтобы туристы, которые к нам приедут, они здесь чувствовали себя комфортно и максимально удобно. Хотя готовность наших отелей, нашей инфраструктуры, она уже, в принципе, проверена Олимпийскими играми, поэтому, в принципе, мы уже готовы к приему иностранных туристов. Если помните, в период Олимпиады мы обучали персонал по трём основным компетенциям – это профессиональные компетенции, лингвистические компетенции и компетенции международного гостеприимства. И теперь каждый из отелей из года в год постоянно повышает квалификацию своего персонала. Таким образом, персонал у нас готов. Есть у нас сетевые отели. Благодаря Олимпиаде порядка 50 новых отелей было построено в городе Сочи и реконструировано. У сетевых отелей есть свои методики обучения персонала. И у них сделан акцент именно на языке. То есть город, в принципе, готов к приему иностранных туристов. Теперь осталось только сформировать качественный турпродукт и представить его на иностранном туристском рынке. Что, собственно, мы планируем сделать вместе с Ростуризмом? Нам уже был направлен план основных выставок, которые пройдут в следующем году иностранных. И мы планируем участвовать в каждой из них. И причем участвовать будем не просто как муниципальное образование, как администрация города, а также с участием наших хозяйствующих субъектов. Мы обязательно возьмем с собой представителя от санатория, обязательно возьмем с собой представителя от туроператора местного, от отеля горного и прибрежного. И основная задача у этих людей будет, конечно же, проведение презентации на английском языке своих объектов и города в целом, а также подготовка раздаточных материалов, которые мы будем выдавать уже непосредственно на этих выставках. В этих раздаточных материалах уже должно быть прописано те возможности, которые предлагает наш город для иностранцев. И на доступном для них языке. Основные сегменты, мы понимаем, которые приезжают в наш город летом, это, конечно, семейный отдых, зимой – это горнолыжный отдых, это молодежь, а межсезонье – это весна, осень – это для более зрелых людей, которые хотят поправить свое здоровье по относительно недорогой цене. Ну, то есть, вот это основные сегменты, каким образом мы будем позиционировать портрет туриста, которого мы ждем. Увеличению турпотока и загрузки предприятий, в том числе в низкий сезон в Сочи, как и в других курортах Краснодарского края, способствуют разработанные и реализованные Министерством курортов краевые маркетинговые программы «Отдых с видом на горы» и «Южная здравница». Благодаря им отдых на курортах нашего региона стал доступнее, а санатории и пансионаты получили загрузку в межсезонье. Отдыхающим предоставляются как короткие туры продолжительностью 2-3 дня с дисконтом до 50% на различные активности или размещения, так и пакетные туры на трехнедельное лечение. Помимо этого, в Сочи уже несколько лет действует похожая программа «Открытый юг». Один из санаториев предлагает специализированную лечебно-оздоровительную программу для людей в возрасте от 55 лет и старше. Мы видим, что из года в год этот проект приобретает все больше интересов. И это абсолютно понятно, потому что, к сожалению, с годами здоровье ухудшается. И зная о том, что можно его поправить в наших здравницах города Сочи по относительно доступной цене, этот проект всех, конечно, интересует и пользуется большой популярностью. По сути, проект «Открытый юг» – это своего рода аналог программе «Серебряный возраст». Просто «Серебряный возраст» уже направлен, подточен именно под пожилых людей. Поэтому здесь и процедуры другие, и показания другие, и, соответственно, контингент другой. Поэтому я думаю, что, увидя повышенный интерес именно этого туристского сегмента, другие здравницы точно так же захотят расширить свои возможности. На самом деле все маркетинговые программы, они созданы лишь для одного со стороны здравницы. Это для привлечения большего турпотока. Поэтому они все с удовольствием участвуют во всех маркетинговых программах. И «Открытый юг», и «Южная здравница», «Краевая» – принцип у всех понятен. В межсезонье по доступным ценам привлечь наибольший турпоток. Поэтому здравницы с удовольствием принимают участие и в «Южной здравнице», и в «Открытом юге», и в «Сочи за здоровьем». И в «Серебряном возрасте», я думаю, что тоже скоро начнут активно принимать участие. Поэтому чем больше таких программ у нас будет, тем больше туристов к нам приедет. А вот этот как раз-таки период межсезонья – это основная наша задача, чем мы должны сейчас заниматься. Потому что летом у нас загрузка приближается к 100%, зимой мы тоже понимаем, горный кластер тоже полный. А вот именно межсезонье нам нужно заполнять либо событийными мероприятиями, либо спортивными, либо участием в таких маркетинговых программах. Продвижению курортно-рекреационного потенциала и туристских возможностей Краснодарского края поспособствовала и реклама. Так, например, «Сочи» в целях продвижения экономической и инвестиционной привлекательности принимает активное участие на международных и всероссийских выставках в регионах. Такие выездные презентации «Сочи» проводит последние несколько лет. В регионы едут не только чиновники, но и представители крупных турфирм и санаториев. Рассказывают и показывают, что предлагает курорт летом, зимой и в межсезонье. Они объясняют, как можно сэкономить, используя различные программы. Больше восьми лет уже это происходит. В этом году мы приняли решение, что акцент будем делать на работе с нашими федеральными туроператорами. Вот сегодня на туристском форуме мне удалось переговорить с руководителем туроператора «Библиоглобус», с которым мы достигли договоренности о том, что после Нового года у них будет сформирована полетная программа на следующий 2020 год. И после этого они уже сформируют направление, куда бы они хотели поехать презентовать город Сочи. И здесь, конечно же, мы включимся в полном объеме. Традиционно мы возьмем с собой наших руководителей санторно-курортных организаций, руководителей пляжей, руководителей объектов турпоказа. Ключевая презентация, конечно, будет муниципальное образование. И потом будут дополнительные презентации уже частных объектов, которые будут сами себя презентовать для туристского сообщества, для туристских агентств, которые будут собраны этим федеральным туроператором на тех территориях, куда мы поедем. Такой формат у нас уже работает с интуристом. Традиционно в феврале мы выезжаем и в этом году планируем поехать. С Алианом – это тоже туроператор, который привозит к нам туристов всей страны. И вот теперь достигнута договоренность Библиоглобуса. То есть вот эти три основных туроператора, они для себя определяют города, наиболее интересные для них и где у них агентские сети максимально расширены. Они собирают в этих городах агентов своих турагентцев, и перед ними мы уже презентуем наш город. В том числе здравницы напрямую могут заключать договора с этими турагентствами, находясь в тех городах, куда мы едем. Но основная наша задача – это донести все новые маршруты, новые объекты показа, все наши инновационные туристские возможности территории города Сочи. А возможности у Сочи в этом плане колоссальные. В плане привлечения туристов в межсезонье может хорошо сыграть забытая история. Изначально Сочи зарождался как бальнеологический курорт. Известные многим целебные мацестинские грязи и минеральные источники ранее были популярными. Затем о медицинском туризме забыли, а вот теперь решили его возродить. На последнем общественном совете при главе города Сочи этот вопрос поднимали наши предприятия, санаторно-курортного комплекса. И было принято решение о том, что в ближайшее время мы планируем разработать маркетинговую программу продвижения наших бальнеологических возможностей нашего курорта на федеральном уровне. То есть о чем идет речь? Планируется разработать комплекс мероприятий, комплекс рекламных мероприятий, которые бы позиционировали город Сочи именно как здравницу, которая в свое время являлась всесоюзной здравницей нашей страны. И вернуть ту былую славу именно тех наших лечебных возможностей, которые на сегодняшний день у нас имеются, но о них мало кто знает. И при условии того, что они достаточно доступны в плане финансовом, мы просто обязаны это сделать в ближайшее время. Потому что если сравнивать стоимость посещения тех же самых санаториев в Карловых Варах или стоимость лечения в Израиле, то мы в любом из этих вариантов выигрываем только с точки зрения цены. Особенно в межсезонье, учитывая наличие наших маркетинговых программ, то здесь мы абсолютно конкурентно способны и готовы принимать туристов со всей территории Российской Федерации. Недавно мы провели большую расширенную конференцию по поводу развития Мацесты и дальнейших мероприятий по ее развитию. Была сформирована дорожная карта, она была утверждена главой города Сочи, она была утверждена министром курортов туризма Олимпийского наследия Краснодарского края и сейчас находится на согласовании у министра здравоохранения Краснодарского края. Там как раз прописаны мероприятия по информированию наших врачей и о необходимости внедрения возможности выписывания курсовок для местных жителей на лечение в Мацест. Мацеста сама по себе на сегодняшний день даже в пик своей активности использует наполовину своей мощности. То есть резервы и ресурсы у Мацеста есть, осталось только направить туда туристские потоки. И второй вопрос, о котором вы правильно сказали, это возможность нашим туристам, которые проживают в отелях, в частных отелях, также использовать Мацесту. Но Мацеста, она как может и принести пользу, так и может навредить. Поэтому первичная, это, конечно, консультация с терапевтом и сдача анализов. И только после того, как будет прописана Мацеста, уже должна появиться возможность ее приема. Такая возможность есть. Мацеста готова принимать сторонних людей, но только в случае, если будет назначение врача. На сегодняшний день порядка четырех скважин, уже исследованных и функционирующих на территории нашего города, еще порядка пятидесяти законсервированы. Но даже те, которые исследованы, они используются не в полном объеме. На сегодняшний день у нас вот Розахутор выпускает свою минеральную воду и выпускает минеральную воду Лазаревская. Есть ряд инвестиционных предложений по поводу строительства мини-завода по розливу минеральной воды в Ластунской. Есть ряд земельных участков, которые находятся непосредственно рядом с скважиной, которая находится в селе Пластунское. И в настоящее время мы общаемся с инвесторами и прорабатываем вопрос предоставления этих земельных участков и дальнейшего развития этих проектов. В Сочи уже активно развивается агротуризм и энотуризм, но по-прежнему большим спросом пользуются экскурсионные маршруты, которые тоже обновляются. Так, например, в этом летнем сезоне была запущена новая навигационная система по 11 пешим экскурсионным маршрутам. Специальные стелы с картой и QR-кодом позволяют при помощи геолокации в телефоне получить информацию о расположенных рядом достопримечательностях и о самих маршрутах. Большой популярностью в Сочи пользуется экотуризм, поэтому в городе регулярно появляются новые маршруты для любителей такого вида отдыха. На территории Кавказского биосферного заповедника, например, появились новые туристические тропы – 12 по горам и 3 по предгорным лесам. Новые виды экскурсий появятся и в следующем сезоне. «Потенциал у города Сочи очень большой. Территория Сочинского национального парка очень богатая. И нам на сегодняшнем круглом столе продемонстрировали, что существует большое количество разрушенных памятников еще византийской эпохи. Есть конкретные места, есть конкретные проекты. Я думаю, что мы в ближайшее время создадим рабочую группу, в которую включим представителей научной общественности, представителей историков города Сочи, наш Сочинский университет. И будем уже детально прорабатывать каждый из проектов, который был представлен сегодня на круглом столе. Потому что есть ряд проектов, которые не требуют больших даже финансовых вложений. Требуется просто организация этих объектов с точки зрения подготовки к приему туристских групп и приведения к элементарным санитарным нормам. К сожалению, все эти объекты почти находятся на территории Сочинского национального парка. Это федеральное ведомство. Но мы, если создадим рабочую группу, я думаю, что мы и их привлечем в работу этой рабочей группы. И в итоге к следующему сезону мы ставим себе задачу хотя бы объекта 2 или 3 уже новых включить в туристско-экскурсионный оборот нашего города. Тем более мы понимаем, что потребность в этом есть. И очень большая. Большой прорыв, я считаю, это то, что в следующем году к нам зайдет 6 больших круизных лайнеров международных. Будем готовить также нашу инфраструктуру для приема этих лайнеров. Потому что мы понимаем, что это примерно порядка 800 человек единовременно сойдут на берег. Это говорит о том, что где-то 16 автобусов 50 местных должно их оттуда забрать и куда-то по объектам развести. И мы также понимаем, что это не может быть один объект, потому что он просто не справится. Необходимо разработать маршрутную сеть, чтобы эти автобусы единовременно ездили в разные объекты показа, меняли друг друга и потом в одно и то же время вернулись обратно в порт, чтобы люди обратно зашли на лайнер. Это одно из направлений. А второе направление – это наше внутреннее морское сообщение. Вы знаете, в прошлом году уже начал курсировать наш теплоход «Аквалао». Он уже соединяет Лазаревскую сторону с центром. А в следующем году мы думаем и планируем, по крайней мере, нас заверили ряд предпринимателей города Сочи о том, что они запустят еще один морской автобус, который будет соединять уже Адлерский район, центральный причал Адлера, потом причал курортного городка, причал Хосты и морской вокзал Сочи. То есть вот четыре остановки будут у этого морского судна. И, насколько мне известно, они уже завершают строительство этого судна. И к следующему летнему сезону, скорее всего, он уже начнет функционировать. Привлечение туристов способствует пополнению казны Краснодарского края. В доле доходов края туризма Сочи обеспечивает 64% поступлений в бюджет. Большую роль сыграло ведение курортного сбора. И тут Сочи в лидерах. За неполный 2019 год было собрано больше 130 миллионов рублей. Большое количество средств уходит на поддержание курортной инфраструктуры. Из минусов я могу назвать только сложное администрирование этого взимания. То есть каждому из отелей пришлось пройти тяжелый путь, выделение дополнительных ставок, выделение дополнительного финансирования на содержание дополнительных людей, которые бы занимались именно этим вопросом. Потому что перечень документов, которые необходимо собирать с туристов, отправлять отчеты, он достаточно серьезный и временно емкий и трудоемкий. Поэтому вот в этом только, наверное, есть единственный недостаток этого вопроса. Но, насколько мне известно, Министерство курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края в настоящее время разрабатывают программный модуль, который будет позволять автоматически собирать этот курортный сбор при заезде в отель. То есть в рамках оборудования каждого из отелей будет установлен специальный модуль, который будет упрощать процесс взимания этого курортного сбора. Ну а плюсов, конечно, масса. Мы боялись, что он повлияет, конечно, на турпоток, но, видя, что он не изменился, мы теперь уже понимаем, что 10 рублей, в принципе, это та сумма, которая сильно на решение туриста не влияет, приехать или не приехать. А как результат мы уже видим обновленную мебель на наших набережных, мы уже видим новые урны, лавочки, беседки, мы видим туалетные модули, которые будут летом стоять там, где они нужны. Мы видим фотозоны. И у нас очень большие планы на дальнейшее использование средств, которые мы получим от курортного сбора. Порядок всем известен. Решение, конечно, будут принимать жители города и туристы наши путем голосования на сайте администрации города Сочи за те направления, куда будет тратиться этот курортный сбор. Пока есть несколько вариантов, которые бы мы рекомендовали и которые будем рассматривать и которые будем выкладывать в том числе на голосование. Это реконструкция нескольких наших набережных. Первая набережная – это набережная от пансионата Эдем до Жемчужины. Вторая набережная – это центральная набережная Адлерского района, набережная пляжа Чайка. И третье направление – это замена велодорожки на Эмеретинской набережной, потому что уже все-таки с Олимпиады прошло пять лет и дорожка изнашивается. Поэтому вот это примерно основные направления, на что мы планируем расходовать финансовые средства. Но опять же повторюсь, что для того, чтобы их израсходовать, необходимо пройти несколько этапов. Первое – это голосование у наших туристов и жителей. И второе – с результатами этого голосования я еду в администрацию Краснодарского края и выступаю перед общественным советом, который уже точно так же либо примет решение о том, что необходимо расходовать эти средства именно на эти цели, либо откажет нам. И уже после того, как совет одобрит, после этого мы будем проводить все конкурсные процедуры, предусмотренные 44-м федеральным законом. В бюджете города, к сожалению, нет свободных средств на то, чтобы их расходовать по первой необходимости. А вот необходимость в замене этих набережных и приведении их международным стандартом она имеется. И в чем особенность средств, которые взимаются от курортного сбора? Это именно целевое направление расходования этих средств на рекреационные нужды. То есть закон запрещает тратить эти деньги на замену канализации, на ремонт дорог, на дублирование других каких-то целевых программ. Эти деньги будут расходоваться исключительно на рекреационные цели. Мы ожидаем, что в этом году мы соберем порядка 150 миллионов в 2019 году. Курорт пользуется популярностью у туристов не только летом, но и зимой. Кстати, в новом сезоне для отдыхающих станет доступен единый скипас. Он позволит горнолыжникам и сноубордистам кататься по одному билету на всех горнолыжных курортах Красной Поляны. Открытие сезона запланировано на 20 декабря. Единый скипас – это своего рода удобство для наших туристов. Приехав в горный кластер, не надо задумываться, где приобрести этот скипас. Я думаю, что единый скипас будет также включен в тур-путевку. Мы, конечно, проводили аналог стоимости нашего единого скипаса и стоимости единого скипаса на европейских горнолыжных курортах. И мы увидели, что на 20% наш скипас дешевле. Это значит, что отдых на территории курортов горнолыжных Краснодарского края, он, во-первых, более доступный и, во-вторых, по уровню сервиса уже соответствует европейским стандартам. Поэтому я думаю, что мы выиграем в конкурентной борьбе у нашего российского туриста в плане того, куда они поедут отдыхать этой зимой, в том числе благодаря единому скипасу. Спустя пять лет после Олимпийских игр другие курорты уже наступают нам на пятки. Сочи перестает быть единственным горным курортом в стране. Чтобы оставаться на плаву и сохранять звание мирового курорта, необходимо выявить новые конкурентные преимущества. Для этого разрабатывается концепция социально-экономического развития. Естественно, это развитие экскурсионных маршрутов, это естественно развитие пляжных территорий. Мы себе ставим задачу в следующем году получить в районе 20 голубых флагов на наших пляжах. И география этих флагов должна быть полностью накрывать всю длину нашего побережья. Для того, чтобы люди понимали, что в принципе в любом месте у нас можно купаться. Это и безопасно, и экологически чисто, и наши пляжи готовы к приему туристов. В том числе голубые флаги нам нужны для привлечения иностранных туристов, потому что на сайте этой организации размещена карта, на которой вот эти голубые флаги нанесены. На карте мира, в том числе на территории города Сочи, сейчас нанесено 13 флагов. И люди, которые выбирают экологический отдых, они в первую очередь руководствуются этим сайтом и после этого только принимают решение, куда им ехать. Концепция благоустройства предполагает развитие не только центральной части Сочи, но и Лазаревского района. Там можно развивать экстремальный туризм, сплав на байдарках, походы и экотуризм, строить новые отели, набережные и парки. Лазаревский район развивается очень активно. И голубые флаги они получили в этом году, Лазаревские пляжи. И мы видим, что активно развивается поселок Головинка. Мы видим, что все горные территории активно развиваются. Мы планируем сделать туристские кластеры горные именно на территории Лазаревского района. Уже есть что показать. Я могу сказать, объекты достаточно современные и, самое главное, аутентичные. Это то, что интересует наших гостей. При приезде в город Сочи иностранцы, они в первую очередь пищают что-то местное. И вот для этого и существует как раз-таки наш Лазаревский район. Я думаю, что туристский потенциал его очень серьезный, и мы будем им заниматься. В разработке проекта «Стратегии социально-экономического развития Сочи до 2030 года» могут принять участие жители и гости города. На сайте мэрии все желающие в возрасте от 16 лет могут оценить социально-экономическую ситуацию в городе, уровень комфорта, обозначить наиболее актуальные проблемы, с которыми приходится сталкиваться, а также предложить приоритетные направления развития Сочи. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому!